Всем привет! После выхода ролика, в котором мы провели испытания ламината Винео, Хара и Терхерду в 24-часовом тесте, погружая в горячую воду, многие подписчики нашего канала, а также наши партнеры, интересовались, когда же мы проведем аналогичные тесты для других марок, которые также представлены в их магазинах. Мы не стали откладывать дело в долгий еж и представляем вашему вниманию 24-часовой тест на разбухание ламината других марок. Мы не станем называть эти марки, скажем только, что это самые известные марки на рынке из Бельгии, Германии и Турции. Некоторые марки давно производят на российские заводы. Вот и проверим, насколько хороший ламинат производят в России. В этом тесте у нас будет 5 образцов. Мы их пронумеровали, чтобы мы не запутались и имели точное представление о качестве той или иной продукции. Давайте измерим их долг погружения. Я беру штаммный циркуль и начинаю измерять толщину. Итак, первый образец у нас имеет толщину 7,9 мм. Следующий образец имеет толщину 6,9 мм. Этот образец толщиной 10,5 мм. И последний образец имеет толщину 7,8 мм. Теперь поместим их в контейнер и наполним его горячей водой. Итак, как вы можете видеть, температура воды составляет 46 градусов. И теперь мы можем погружать наши планки в эту воду. Берем планку под номером 1 и опускаем ее. Под номером 2, следующая, под номером 4, по полу, номер 5 и номер 3. Паре распределяем все. Засекаем время и вернемся к нашим измерениям через 4 часа. А время 11.51. Итак, прошло 4 часа. Показываю время. 3 минуты осталось бы в течение 4 часов. И температура составляет 28 градусов. Сейчас по одному я достану образцы ламината и произведу замеры их толщины. Первый образец. Это у нас один известный немецкий бренд, но не премиум класса. 8 миллиметров. 8,38. Образец номером 2. Это тоже немецкий бренд. Тоже не премиум класса. 8,29. Образец номером 3. Это очень-очень известный бенгийский бренд. С фабрикой в России. Здесь мы имеем 7,39. Образец номером 4. 10,59. И образец номер 5. Это у нас турецкий бренд. С толщиной 8 миллиметров. Итак, я вернул все образцы обратно в воду. И вернемся к измерениям толщины через 20 часов. То есть на следующий день примерно в полдень. Прошло 24 часа. С момента нахождения образцов в воде. Температура воды составляет 24 градуса. И сейчас я измерю причину каждого образца.